Заселяемся в Аня Сьют Отель. Номер у нас на первом этаже, номер 101, но по факту это второй этаж. Сразу на входе мы видим секцию для электронного ключа. Кстати, ключ не от нашего номера, от 208 почему-то. Ну, не знаю. Здесь достаточно вместительный шкаф на входе, очень вместительный. Здесь довольно много места для обуви или одежды хватит. О, здесь довольно большое количество вешалок. Здесь какое-то еще дополнительное отдело есть, если вдруг станет холодно. В общем, такой дизайн. Дальше. Номер выглядит достаточно просторным. Одна двуспальная кровать, одна односпальная. Набор мини-холодильник, совсем мини-мини-холодильник. Набор для чая, есть электрический чайник, это очень хорошо, очень удобно. О, даже есть две мини-водички, две чашки для чая, один стакан, освещение. Ну и вид на автовокзал, насколько я помню. Да, вот здесь находится автовокзал. Окна не самые чистые, но да ладно. Да, есть одни тапочки, что очень тоже, не знаю, удобно-неудобно, но так вот оно и есть. Дальше. Заходим теперь в санузел. Санузел с душевой кабиной, не с ванной. Ну, вроде как, вроде как работает включено. Техника выглядит, конечно, не самая новая, но и далеко не самая ушатанная. И здесь, конечно, такой вот. Есть раковина, есть какие-то жидкое мыло, есть парочку гелей для душ или шампуней, но не знаю. Ой, даже здесь есть две полочки. Редко такое встречаю, но такое тоже бывает. Фен. И здесь располагается унитаз. Ну, освещение достаточно неплохое. Ну, в общем, номер вполне себе стандартный. Достаточно просторный. Я думаю, что 20 метров квадратных точно будет. О. Сейчас еще раз вот покажу номер. Вот чайный набор. Телевизор. И теперь еще здесь какое-то есть окно. О, это окно зеркала. И мы его открываем просто ради интереса. И смотрите, вид тут на кондиционер. Ну, здесь не очень чисто, лучше его не открывать. Ну, шум, конечно, с улицы есть, но не критично. Звукоизоляция не идеальная, но она все-таки есть. Бывает гораздо хуже, бывает и лучше. В этом номере как минимум три работы еще розетки. Вот это раз. Может даже и больше, но... У каждой тумбочки по одной розетке. И розетка еще есть вот здесь. Вот, так сказать, это специально для чайника. Вот это тоже покажу. Вот так хорошо здесь спрятаны провода. И вот еще такой момент есть. Ну, мы, в принципе, не принципиали. Вот здесь вот такая вот есть тоже шняга. Это, по-моему, телефонный кабель. Сделано, конечно, не очень симпатично, но как есть. Так вот, стоимость этого номера за четыре дня у нас составляет около 17 тысяч. Там 16 700, 16 800. Но у нас входит еще завтрак. Завтрак посмотрим, какой будет. Завтрак на две персоны, как было написано. В общем, будем пока отдыхать. Сам номер выглядит довольно симпатично, если не считать мелких... Мелких косяков. Вот такой примерно здесь номер. Номер категории стандарт. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok